Внимание! Единственная дверь нашей души. Константин Дмитриевич Ушинский. Меня зовут Екатерина Землянова и это проект «Живые души», где мы ищем гармонию с собой, другими и миром в целом. А тема сегодняшней встречи – синдром дефицита внимания и киберактивности. Что это такое? Как это диагностировать и как скомпенсировать? Поговорить об этом к нам пришла Лариса Головина, клинический психолог, детский нейропсихолог, доцент кафедры клинической психологии Алтайского государственного университета. Здравствуйте, Лариса! Здравствуйте, Екатерина! Тема у нас такая сегодня – синдром дефицита внимания. Вот если по-простому объяснять, чтобы каждому было понятно – синдром дефицита внимания, что это такое? Ну, вообще можно сказать, что синдром дефицита внимания с гиперактивностью либо без, так называемая СДВГ, СДВГ-шка – это, наверное, такая болезнь поколения. Потому что, ну, даже если необходимо говорить на широкие массы, оно даже не случайно возникло, это необходимость, вероятно, это такое очень распространенное явление. И если смотреть на это с точки зрения нейропсихолога, вот я являюсь нейропсихологом, и мне кажется, что нейропсихология, как наука, дает нам, пожалуй, самое такое понятное объяснение этого феномена. С точки зрения нейропсихолога – это нарушение саморегуляции, то есть нарушение возможности управлять собой. Потому что, ну, что может здоровая психика, носитель здоровой психики? Он, с одной стороны, может строить свое поведение с учетом того, чего он хочет, то есть у него сформировалось какое-то намерение, идущее изнутри, и он это намерение удерживает, и, несмотря на какие-то отвлекающие факторы, может его реализовать. С другой стороны, в реализации своего намерения он учитывает то, что происходит вокруг, и, таким образом, его поведение является адекватным, потому что, если обстоятельства изменились, он может гибко построить свое поведение. И как раз это мы называем хорошим уровнем саморегуляции. А вот когда у ребенка или у взрослого, когда мы увидим у человека, что есть сложности либо со стойкостью своего намерения, оно вроде сформировалось, но пока начал он реализовывать эту деятельность, переключился на что-то, отвалилось это намерение. Вот мы понимаем, что такому человеку не очень легко, что этот человек, например, может быть, ну, орудием в руках других людей, они могут сформировать его намерение, они могут что-то там ему настаивать. Ну, и, в принципе, мы понимаем, что такая деятельность такого человека чревата ошибками, но нам, в принципе, всем это состояние знакомо. Мы все время от времени в него впадаем, например, начали мы что-то делать, там, не знаю, начали мы разбирать шкаф с одеждой, да. И вроде бы как у нас задача разобрать шкаф, но вдруг нам попалось какое-то одно платьице и какая-то другая еще кофточка и чего-то такое, и мы начали там мерить, мы начали искать какой-то аксессуары какие-то. И, в общем, с одной деятельности переключились на другую. Или там шли мы, например, из кухни в комнату с целью, там, не знаю, что-то донести, и вдруг нам попался в руки там телефон, или кот, или какая-то еще ребенок под ногами, и мы забыли, зачем шли, отвлеклись. То есть вот, но это такие ситуативные нарушения, намерения, которые нам всем знакомы. Они у нас могут учащаться, например, на фоне усталости, на фоне какой-то повышенной отвлекаемости. А вот, представляете, вот человек, который все время так живет, который ни одну свою деятельность толком до конца довести не может. И постоянно нужно, чтобы кто-то извне его контролировал, и говорил ему, что делать, и говорил ему не терять вот это вот. А другая сторона СДВГ – это неумение подчинять себя социальной норме. То есть, когда мое внутреннее намерение таково, оно настолько мощное, что я не могу согласовывать его с тем, что происходит вовне. И про таких людей, про таких детей говорят, что они невоспитанные, и это вовсе не обязательно, что они невоспитанные, но они выглядят действительно как люди, которые ведут себя, ну, грубо говоря, как вот им Бог на душу положил, вот чего хочется, то и делается. Маленький эгоист. Да. Игры его игры, носят такой хаотичный. Очень много таких детей среди старших дошкольников пяти-шести лет. И родители на диагностику, когда приводят такого ребенка, они так рассказывали, спрашивали про игру. Вот, да какая там игра? Он бегает все время и орет. Но это не потому, что он не может играть в игру, не знает эту игру. У него такая, ему не хватает ресурсов его психики на то, чтобы себя структурно организовать. Для него такой вид активности предпочтительный. У этого, правда, есть еще одна сторона, я думаю, мы про нее поговорим, про гиперактивность. Но дети и люди с дефицитом внимания, может быть, например, работник офиса, который тоже объем внимания у него не очень большой, но при этом он не бегает по офису, не кричит расторможенностью, моторный не отличается. Поэтому, да, действительно, СДВГ бывает с припиской гиперактивный или СДВ без гиперактивности. Я собрала некоторые мифы, которые есть по поводу СДВГ, и хочу с вами обсудить. Может быть, что-то из этого не мифы, кстати. Значит, что вообще две противоположные точки зрения, что нет такого заболевания, что это просто невоспитанный ребенок, как вы говорите, да, и другая крайность, что это инвалидность, что СДВГ – все, это инвалидность, это беда, бедовая. То есть две таких параллельных истории. Вы, как нейропсихолог, как бы рекомендовали относиться к СДВГ? На самом деле, я бы не… Вот для меня, как для человека, которому приходится иметь с этим дело и давать рекомендации родителям, с одной стороны, я такую занимаю очень взвешенную позицию, потому что, с одной стороны, если мы действительно будем накладывать на это состояние статус заболевания… Ну да, синдром – слово такое тяжеловатое. Ну, просто это слово, оно идет от того, что синдром, потому что совокупность симптомов. То есть потому что это не диагноз, а потому что это некоторое состояние. А просто в нашем, в обывательском сознании это несет такой какой-то негативная коннотация у этого слова, как будто такое отягощенное, чем отягощенное состояние. Но вот мне хочется предостерегать, на самом деле, родителей от такой… От боязни… Драматизации. Да, такой излишней драматизации. И, с другой стороны, и от попустилиства тоже. Потому что, как и всякое состояние, у синдрома дефицита внимания есть как бы такая вот, ну, есть некоторая протяженность. Вот если мы не можем его представить как точку напрямую, это всегда что-то такое от плюс бесконечности к минус бесконечности. Соответственно, мы можем уже на это опираясь сказать, что есть степень тяжести, да, этого состояния. Более того, нужно нам понимать, что есть состояние общей незрелости психики ребенка, например, которое может усугублять это состояние, но которое может исправляться со временем. Особенно, если родители погружаются в эту проблему и организуют очень правильным образом образ жизни ребенка. Мы про это обязательно поговорим. Потому что коррекция образа жизни и воспитания – это ключевой фактор в коррекции этого состояния. Соответственно, как я вам уже сказала, так как мы все испытывали на себе подобное состояние, это еще может иметь такой ситуативный характер. Вот сейчас там мой СДВГ больше проявляется, а завтра я выспался, отдохнул, грубо говоря, снял с тебя ряд задач, и я уже гораздо более сосредоточеннее, гораздо больше собой управляю. И у ребенка ровно так же. Например, когда ребенок идет в школу после садика, или если тем более он был дома на домашнем воспитании, а потом он идет в первый класс, и энергопотребление его, но всех процессов, которые проходят в его мозге, их энергоемкость резко возрастает. И вот на этом фоне может казаться, что как будто бы его все состояния, все проблемы ухудшились, он вообще не готов к обучению. А на самом деле его нервной системе нужно какое-то время, чтобы адаптироваться к такому уровню энергопотребления, энергоемкости. И вот там, может быть, уже к концу первой четверти, к началу второй четверти, мы увидим, что человек, в общем-то, не так был и тяжел. И мудрые учителя, они начальных классов, они про это знают. Молодые могут пугаться, могут требовать, видите ребенка к неврологу, видите к психиатру, давайте ему там кучу таблеток, его надо успокоить. А на самом деле, может быть, им просто нужно адаптироваться, и давать ему адекватную нагрузку. И если он демонстрирует такие вещи, может быть, ограничиться школой, не давать ему каких-то дополнительных кружков, секций, чтобы не перегружать еще больше его нервную систему. Еще по поводу происхождения вот этого синдрома, тоже много мифов, что это питание, сладости вот эти все вредные, что это гаджеты, что это мультики. Есть ли какая-то может корреляция или исследование по этому поводу? То есть это действительно может запустить проблемы с вниманием? Вы знаете, я думаю, что, чтобы ответить на этот вопрос исчерпывающе, и действительно так, чтобы ни у кого не осталось сомнений в истинности и полноценности такого исследования, нужно действительно провести очень объемное исследование. Оно будет очень дорогим, в первую очередь. Нужно будет учесть очень много факторов. Потому что в то время, когда зарождались какие-то теории, объясняющие эту историю, это еще было время, когда мы больше смотрели на человека как на биологическое существо, могли больше смотреть на проблемы с вниманием, как на вот даже те гипотезы, которые вы предлагаете, да, питание, это вроде как про биологию, да, воспитание, это вроде как про социум, про социальные факторы. И здесь разумнее всего, если мы будем подходить к этой проблеме с точки зрения биопсихосоциальной модели, которые, собственно, сейчас переходят все и терапевтические теории, в принципе, когда мы понимаем, что человека нельзя рассматривать изолированно только как биологическое существо, как социальное существо, как индивиду-носителя психики. И, в принципе, проблема, если мы переходим в плоскость нейропсихологии, то проблема синдрома дефицита внимания – это проблема всего мозга практически. Стволовые структуры мозга расположены иерархически ниже. То есть, если на себя показать, это вот где-то у нас здесь в основании черепа, да, и есть у нас так называемые лобные доли, да, которые иерархически находятся выше и эволюционно появились позже, чем стволовые структуры. Так вот, проблема синдрома дефицита внимания, проблема этого СДВГ – это как раз проблема взаимосвязи стволовых структур и лобных долей, потому что стволовые структуры обеспечивают нам достаточный уровень активности, то есть, чтобы мы могли быть в ясном сознании, хорошо осознавать, что с нами происходит, чтобы у нас было достаточно, ну, возможности быть сосредоточенными. И когда ресурс у психики снижается, наше внимание тоже, ну, не только внимание, там и мышление, и все остальные функции начинают работать хуже. Мы начинаем допускать большое количество ошибок. Но при этом, если мы не умеем организовать себя, вот как раз наше намерение, наше целеполагание, программирование нашей деятельности, удержание себя в этой деятельности, коррекция этой деятельности, если, например, мы понимаем, что то, что мы делаем, не вполне приводит нас к поставленной цели, а это все ответственность лобных долей. И когда эти структуры недорабатывают, что одна, что другая, мы имеем картину, ну, немного она отличается, да, внутри себя, ну, и мы имеем картину, так называемую СДВГ. Так вот, специфика развития этих структур в том, что одни очень сильно чувствительны к биологическим факторам, а вторые – к социальным. То есть, соответственно, неблагоприятная история – это когда? Когда ребенок рождается, и внутриутробно, либо в процессе родов испытывает на себе разные неблагоприятные факторы. Может быть, интоксикацию, может быть, гипоксию, очень много у нас сейчас такого рода неблагополучий. Так вот, соответственно, рождается он со слабым первым, со слабыми проблемами стволовых структур. И он такой быстро истощаемый, такой непродуктивный, малопродуктивный. Это как раз гиперактивные дети, которые бегают для того, чтобы подзарядиться, как это не парадоксально. Это вообще парадоксально очень. Потому что для этих структур пищей, из которой они потом будут производить такую энергию для мозга, является как раз поток сенсорных ощущений. И больше всего сенсорных ощущений мы можем получать именно когда мы активно двигаемся. Собственно, вы можете, опять же, на свой опыт это примерить. Когда мы сидим на каком-нибудь скучном мероприятии и уже чувствуем, что мы начинаем задремывать, мы ведь что делаем? Мы начинаем возиться, почесываться, то есть как-то вот посылать больше ощущений таких вот сенсорных, да, именно кожно-киностатических себе в нервную систему. Таким образом ее будоражить. То же самое делает интуитивно гиперактивный ребенок. Он носится, чтобы подзарядиться. Но может быть так, что ребенок родился вполне себе благополучным, зрелым мозгом. Однако он попал в такую среду, которая, ну, то, что называется стиль воспитания гиперопека. Когда... Ведь для того, чтобы развивалась психика, нужно, чтобы соблюдалось два условия. Во-первых, нужно, чтобы мозговой субстрат был достаточным для того, чтобы обеспечивать высшую психическую функцию. Во-вторых, нужно, чтобы запрос от внешней среды к выполнению, к тому, чтобы нужные структуры работали, поступал. То есть нужно, чтобы задача формировалась. Грубо говоря, когда лобные доли готовы работать, нужно, чтобы перед человеком вставала задача контролировать себя, соблюдать какие-то правила, соблюдать какие-то запреты, как-то планировать свою деятельность. Пробовать что-то. Да, следить за собой, ну, хотя бы, например, там, не знаю, заправить свою постель, соблюдать режим дня, как-то контролировать свою деятельность. Когда все это за ребенком выполняет взрослый, тогда, получается, его лобным долям работать не нужно. И они буквально, ну, таким, ну, если то, что не работает, то и не тренируется в нашем теле вообще, и мозг не исключен. Такой отмирает. Да. Поэтому, когда проходит сенситивный период, потом очень трудно включить. Хотя, лобные доли, хорошая новость в том, что лобные доли развиваются в течение всей жизни нашей, ну, как лоб, всей жизни, ну, где-то до 30 лет они могут развиваться. И, действительно, когда человек вдруг осознал, что ему очень не нравится то, куда он пришел с такими лобными долями, он может активно включиться в этот процесс и как-то, ну, заместить, может накачать свои лобные доли сам. Угу. Для этого, конечно, потребует немного усилий, но тем не менее. Но самый, пожалуй, неблагоприятный вариант, когда ребенок родился со слабыми структурами стволовыми, и еще и попал в семью, которая исповедует, скажем так, стиль, гиперопекающий стиль воспитания, тогда у него очень мало шансов на то, что его возможности саморегуляции будут работать, ну, включиться когда-то, когда нужно, там, и к семи годам он уже способен будет соблюдать учебную дисциплину. Вот это у нас главный критерий, когда человек идет в школу, ему, система его саморегуляции испытывает очень большие, ну, это такой серьезный тест на прочность. Естественно, она не справляется с этим. Еще один миф встретила про то, что у мальчиков гиперактивность встречается чаще. Знаете, я тут, пожалуй, не смогу сослаться на какие-то научные данные, а смогу сослаться только на свой опыт. Вот по моему опыту действительно чаще. Действительно, мальчишек и на диагностику приводят чаще, и в коррекции их всегда больше. И это не зависит от того, там, работаешь ты в государственном учреждении или работаешь ты в частной практике, мальчишек с этой проблемой действительно больше. Вероятно, я так, ну, сейчас очень смелое предположение, опять же, основываясь на том, как стиль воспитания и образ жизни влияют на эти структуры, отвечающие за нашу саморегуляцию. Вероятно, по самому нашему образу жизни девочка, как носитель специфических функций, более интенсивно вовлечена в бытовую, в хозяйственную жизнь семьи. И ее структуры волей-неволей начинают включаться. То есть девочку мама привлекает, там, готов к еды, к уборке. Как-то по самому своему такому... Рутинные нагрузки такие. Да. А в этой деятельности, на самом деле, очень сильно задействованы, очень много нужно процессов саморегуляции включать. Мальчишки же как-то оказываются за бортом этого процесса. Неочевидны преимущества гендерно-наитрального воспитания, когда и мальчики, и девочки готовят одинаково. Хочется сформулировать для родителей детей, то есть как им понять по поведению своего ребенка, что, может быть, полезно было бы сходить на диагностику. Они ищут помощи, на самом деле, потому что им тяжело. Потому что это очень тяжело все время думать все время за другого. То есть все время контролировать, а не упустил ли он, а не промахнулся ли. Когда он садится делать уроки, ему нужно буквально контролировать, чтобы он, вычитая и переходя к сложению, продолжал все-таки не вычитать инертно, а складывать. И очень часто ему нужно помогать организоваться. Очень часто нужно помогать организовать просто свой взгляд, который у него блуждает по странице и не знает, на чем сосредоточиться. Ну вот в целом, то есть что в поведении, какие там звоночки в поведении ребенка настаивают на том, чтобы на диагностику прийти? С ребенком трудно, в первую очередь, потому что он плохо подчиняется правилам, он плохо подчиняется требованиям, он не всегда держит какую-то, он даже может формально согласиться, ну или просто согласиться, и принять то, что правило, которое ему предлагают, оно такое разумное. Вот он взялся его держать, и ресурс его нервной системы кончился. Все, если мы говорим про мозг, то что значит внимательный человек? Внимательный – это тот, у кого в мозге четко выстраивается иерархия процессов. То есть в мозг все время поступает большое количество информации, мозг ее все время обрабатывает. И для того, чтобы любая наша деятельность была успешна, нужно, чтобы он мог информацию нужную для этой деятельности, ну, в приоритете для себя поднимать, а информацию ненужную – просто понижать в приоритете. Ну, он в курсе, что она… Вот, например, вы сейчас, если я попрошу вас, следующее на ощущениях, которые у вас идут от одежды, вы же можете? То есть до этого информация была для вас неактуальна, а приоритет ее был понижен. Вот теперь эта информация стала доступна вашему сознанию. Ровно так же происходит, например, когда ребенок сидит на уроке и переписывает то, что говорит учитель, то, что написал на доске, а в это время у него могут быть ощущения, там, не знаю, от того, что у него животик забурчал, тут же у него одноклассник рядом заговорил о чем-то, тут же какая-то птичка за окошком зачерикала. И вот его успешность, его деятельность будет зависеть от того, сможет ли его мозг оттормозить незначимую для этой деятельности информацию и сосредоточиться на значимое. Значимое – это голос учителя или там то, что написано на доске, а все остальное незначимо. А если у него в мозге все эти процессы одинаковые по приоритету, то, естественно, он тут же потеряет нить переписывания и будет наблюдать ту птичку или прислушаться к своему животику. У него ровно так же получается, когда он знает правила, он его знает, информация в нем есть, но сиюминутно не может преодолеть соблазн сделать по-другому. Именно поэтому, например, очень много людей с проблемами вот такого вот саморегуляции, собственно, находится в местах лишения свободы, за всяческие правонарушения, потому что они, конечно, знают, что воровать, например, нельзя. Но в моменте не смогли удержаться. Да, не смогли эту норму применить к своей жизни, к своей деятельности, отрегулировать свою деятельность. Поэтому, на самом деле, родители знают, что у ребенка есть сложности, но они действительно могут их интерпретировать, как неуправляемый, как не имеющий авторитета, как чрезмерная упёртость какая-то. И только, пожалуй, специалист может, ну, либо очень такой мудрый, внимательный родитель, например, у которого не первый ребенок уже, которому есть с чем сравнивать, или который, в принципе, умеет хорошо наблюдать, может разобраться с тем, что действительно сложности есть именно в процессах саморегуляции. Ну, нейропсихологическая диагностика, пожалуй, на этот счет дает наиболее исчерпывающую информацию. И она же дает наиболее исчерпывающие рекомендации по преодолению этих проблем, потому что ключевой фактор по преодолению СДВГ – это все-таки образ жизни и система воспитания ребенка, как будет родители с ним взаимодействовать. И, наверное, из всего, что мы уже говорили, уже понятно, что ребенку очень важно вовремя, на каждом этапе его жизни давать тот объем самостоятельности, который посилен ему. То есть человек четырех лет уже вполне может аккуратно вкладывать свою одежду, например. Он вполне себе отдает отчет, что у него есть в режиме дня, ну, хотя бы на таких крупных отрезках. Там вот утро, чем отличается утро от дня, от вечера, какие нужно делать ритуалы. То есть он не просто исполняет этот режим, а он его отрефлексировал, грубо говоря. Он знает, что жизнь подчинена ритму. И он умеет уже таким образом себя… Это самые простые способы саморегуляции. Ну и, естественно, чем старше ребенок становится, тем более серьезные у него появляются обязанности, у него появляется какой-то круг обязанностей. Все, что касается его, переходит в его обязанности. То есть он сам заправляет свою постель, он сам… школьник сам собирает свой портфель. Здесь большое количество родителей допускают очень распространенную ошибку. Они боятся того, что он что-то забудет. И поэтому они… Я же сделала лучше. Да, они его контролируют, не давая ему как раз возможности столкнуться с последствиями своей ошибки. То есть не давая ему по системе обратной связи получить нужную информацию для коррекции своего поведения. Ведь эмоциональное подкрепление – это очень значимая составляющая для того, чтобы эффективная программа закрепилась. Соответственно, ему нужно один раз столкнуться с последствиями своего поведения. Прожить это эмоционально значимо, а не просто как факт. А прожить это с разочарованием, со всеми сопутствующими переживаниями, со злостью, с обидой, с печалью. И тогда эта информация повысит приоритет программы. В следующий раз, грубо говоря, не забудешь. Это вот в народной мудрости так выражается, что через голову доходит хуже, чем через попу. Собственно, для ребенка с СДВГ действительно очень многое нужно проживать на собственной шкурке. Очень много нужно сталкиваться. Если он пролил молоко, нужно дать ему в руки тряпку, чтобы он это молоко вытирал, чтобы он понимал, что за его действиями наступают последствия. Не просто последствия, которые знает и умозрительно представляет взрослый. Ребенок не может прорисовать перспективу в силу своего ограниченного жизненного опыта, но еще и в силу того, что его горизонт планирования будет не только потому, что он ребенок, а еще потому, что он ребенок со слабыми структурами, которые это планирование обеспечивает. То есть его горизонт планирования еще более размытый. Он маленький и размытый. Поэтому ему нужно все время давать возможность проживать на личном опыте и возвращать. А помнишь, как было? А вот смотри, вот сейчас ты это сделал, видишь, что происходит? То есть в речь выносить, делать этот факт более выпуклым, более очевидным для ребенка и закреплять такими вот формами. Прожили через тело и через речь закрепили, донесли до сознательной части. То есть прожили на несознательной, скажем так, и даже донесли на сознательном уровне. Поэтому родителям очень важно соблюдать такие вот разумные требования воспитания. Ведь действительно одна из проблем того, что СДВГ сейчас распространена в нашей популяции, это в том, что образ жизни у нас очень сильно изменился. В том, что наш мозг, как биологический субстат нашей психики, остался тем же органом, каким он и был там и 40, и 60, и 200 лет назад. И он по-прежнему ждет, что для него извне будет определенная стимуляция. Эта стимуляция не наступает. Мы не ведем такой образ жизни, который мы вели раньше. Мы, как живые существа, как телесные существа, не получаем достаточное количество сенсорной стимуляции. То есть мы очень много живем в жизни наше стало комфорта. Детей возят на машинах от занятия к занятию. Дети не знают, что такое прикладывать усилия для того, чтобы получать какой-то результат. Дети просто элементарно мало двигаются. Соответственно, их мозг находится в состоянии постоянного такого обкрадывания, постоянной такой депривации сенсорной. Не хватает сенсорных ощущений, не хватает достаточной волевой стимуляции. То есть испытывай какой-то дискомфорт, приложи усилия для того, чтобы этот дискомфорт преодолеть. Дискомфорта практически в жизни нет. То есть все находится на расстоянии вытянутой руки. И не нужно ждать, не нужно терпеть, не нужно тренировать свои волевые процессы. И это, конечно, создает последствия необратимые и очень является разрушительным фактором для нашей психики. Поэтому в первую очередь, если у ребенка есть проблемы с дефицитом внимания, с саморегуляцией, с управлением, с самоконтролем, в первую очередь нужно внимательно посмотреть на его образ жизни и проанализировать с точки зрения того, а есть ли у него обязанности, а что, например, я в его возрасте умел, а не мешаю ли я как родитель, не стою ли я на пути к его самостоятельности, а не пытаюсь ли я предвосхищать его желания, а не подстилаю ли я ему соломку там, где ее не нужно подстилать. И таким образом не делаю я для него медвежью услугу. Вот это вот такие вот вещи, которые очень важно понимать. Потому что синдром дефицита внимания как проблема, он ведь не проходит с возрастом. Это, конечно, детский диагноз, конечно, его правомерно, чтобы он существовал там в возрасте с трех лет до восемнадцатого. То есть с восемнадцатого человек перестает быть ребенком, становится взрослым. Но состояние мозга никуда не девается. Он как был со слабыми волевыми процессами, со слабыми процессами самоконтроля, он таким и остается. В принципе, очень трудно им преодолеть вот то, что называется сепарация, да, как-то от взрослого. Они могут наделить статусом взрослого сам родителя другого человека. Не обязательно родителя своего. Это может быть, например, супруг или супруга. Ну, даже какие-то вот такие отношения тоже могут входить. И действительно мы понимаем, что жизнь такого человека чревата рисками. Но такой человек далеко не обречен. Можно иметь очень сильную нервную систему, но расшатать ее неграмотным образом жизни. А можно иметь слабую нервную систему, но хорошо за ней ухаживать и добиться хорошего социального успеха. Это как машина, да. Можно купить дорогую машину, но убить ее неграмотным техомослуживанием. А можно иметь какую-нибудь такую среднего качества машину, но тем не менее хорошо за ней ухаживать, беречь ее, не ездить на ней там, где не подходит для нее дорога. И она будет хорошо служить верой и правдой. Поэтому о себе нужно в первую очередь заботиться. Нужно понимать свои возможности. Нужно понимать, как то, что вы делаете, вредит вам или помогает. И, собственно, таким образом можно очень даже хорошо раскрывать свой потенциал. Почему такое чувство, что проблемы с ДВГ не было, не было, не было, а потом она стала как будто бы повсеместной, очень актуальной, очень заметной? С чем это связано? А я думаю, что это отчасти еще связано с ее такой высокой маркетинговой заинтересованностью. То есть это тема, которая хорошо продается на самом деле. Потому что, во-первых, эта тема, как я уже сказала, связана с теми процессами, которые у нас идут в популяции в целом. Она очень изменилась в нашем образе жизни, и мы тотально чувствуем на себе его влияние. И, в общем-то, если взять симптомы СДВГ, то у каждого родителя закрылся такое подозрение. А у моего ребенка нет ли? Тревожного, современного. Да, у каждого взрослого в какое-то состоянии появятся сомнения. А я тут, собственно, не носительный, а может, меня не диагностировали. И второй аспект этой проблемы в том, что когда мы начинаем заниматься действительно структурированием жизни ребенка, то мы видим хорошие результаты. И поэтому всяческого рода рекомендации очень хорошо продаются. Всяческого рода занятия. То есть ребенок может, не знаю, особенно если он находится на домашнем воспитании, не ходит в детский сад, до 5 лет быть таким диким, расторможенным. Родители озадачивают всем, как его везти потом в школу. Начинают водить его к специалисту по проблемам СДВГ и видят, что от одних только занятий у него действительно есть сдвиг. Действительно есть результат, да. А это просто связано с тем, что в его жизни появилась структура, то чего ему так и не хватало. И, конечно, специалист может охотно приписать этот триумф себе. Но если он добросовестный, если он так хорошо оценивает состояние своего клиента, он может просто объяснить родителям, что вот и дальше вводите упорядочивание в его жизнь, сами становитесь более дисциплинированными, и этот результат закрепится у вас на долгие годы. И дальше вы еще больше получите результат. Ну а специалист, который не так глубоко рефлексирует, он скажет, что приходите ко мне еще и цену на свои услуги повыше. Я такой замечательный специалист. А фарма может влиять на то, что это продается так сильно? То есть есть же еще коррекция медикаментозная в этом месте? Коррекция медикаментозная есть, как мы с вами говорили, это же шкала. Есть более сложные состояния, более выраженное состояние, менее выраженное состояние. И, как правило, медикаментозная коррекция особенно нужна тогда, когда у нас есть как бы саморегуляция, как одна плоскость, в которой мы анализируем проблему СДВГ. Но ничто не мешает этому мозгу еще иметь проблемы по другой оси. Например, легкую умственную отсталость или, в принципе, сниженность когнитивных возможностей. Такому человеку, такому ребенку довольно трудно себя извне контролировать. Еще и потому, что им эти формы более высокого контроля, речевого контроля, не так доступны. Потому что они требуют нового состояния, нового развития его мозга. И вот для таких детей действительно медикаментозные формы лечения оказываются более востребованными, более нужными. Если все это накладывается, вот представьте, какая может быть адская смесь. Ребенок плохо управляет собой. Ребенок не вполне интеллектуально, не берет интеллектуальной формы контроля. И при этом он еще находится в среде, он родился при учении инфантильного родителя. Родитель, который не готов вот так вот взять на себя ответственность за этого ребенка. Вот не готов постепенно вести его по этому пути овладения дисциплиной. А который только испытывает растерянность, желание, чтобы кто-то взял его за ручку и провел его по этому пути, чтобы сам ему помог. Такой родитель, конечно, будет очень охотно откликаться на предложение медикаментозной помощи. Рынок, да, тут как тут. И мы не можем осуждать этого родителя, потому что, ну действительно, чтобы собрать такого ребенка в кучку, чтобы его организовать, нужно иметь собственный ресурс, а там его может и не быть. И может быть и никому, ни бабушек, ни дедушек рядом нет. Таких историй очень много. К каждого эксперта мы еще просим порекомендовать что-то, что можно почитать, посмотреть, упражнения какие поделать для того, чтобы стать более компетентным в теме нашей центральной. Тема СДВГ в контексте СДВГ и взрослых сейчас очень хорошо освещается, очень много. Есть прям книги такие, есть книги, посвященные лобным долям, правила книги иностранных авторов, но тем не менее, я думаю, что их не составит туда найти. В принципе, я достаточно много, как нейропсихолог, говорю на тему СДВГ и на тему вообще профилактики и коррекции образом жизни в своих социальных сетях. Поэтому я думаю, что достаточно просто найти того специалиста, чьи рекомендации вам откликаются, чей темп голоса вам откликается, и вы попробовали какие-то его рекомендации, и они работают действительно на вашей жизни. Поэтому, думаю, не составит труда. Спасибо большое за этот полезный разговор. Хочется, чтобы каждый из нас заботился о своей нервной системе. А следующая наша встреча будет посвящена теме манипуляции, что это такое и как себя защитить. Обсудим. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok